Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про игры, в которые играют женщины. Давайте возьмем такую вот среднестатистическую девушку. Что она хочет? Какая у нее цель в сфере отношений? Скорее всего, у нее цель найти мужчину, который ей будет нравиться, которого она будет любить, с которым будут чувства, создать с ним крепкие и серьезные отношения, чтобы она и он были счастливы в этих отношениях. Это наша такая глобальная цель. Большинство женщин преследуют именно эту цель в своей жизни, в сфере отношений. И абсолютно нормально, что женщина, когда находит подходящего себе мужчину, то есть того, кто вписывается в этот идеал, с кем она может создать такие отношения, этого мужчину она хочет влюбить в себя еще больше. То есть он и так не заинтересован, но она пытается сделать так, чтобы он интересовался только ей, чтобы отношения стали еще лучше, как-то пытается его влюбить в себя, может быть, сохранить отношения, удержать этого мужчину. И это абсолютно нормально. То есть это такая наша женская с вами природа. Мы хотим, чтобы мы владели и разумом, и телом, и сердце мужчины, и его эмоции. В общем, чтобы действительно отношения были крепкими. И в этот момент девушка начинает использовать какие-то приемы, которые она знает. Но не у каждой из нас есть правильные техники, есть правильные методы действия, методы поведения, какие-то модели, которые помогут нам достигать именно вот эту вот цель, которую мы себе ставим. И женщины в большинстве своем очень хотят создать вот такие отношения, но что делать конкретно, то есть какие именно действия нужно совершать, чтобы удержать интерес мужчины к себе, не каждый из нас знает. Для простоты общения нашего с вами я хочу назвать все вот эти методы, приемы, какие-то штуки, назвать их играми, женскими играми. И вот с точки зрения цели, которую я сегодня уже проговорила, существует два типа игр. Это игры неэффективные, которые не помогают вам достигать этой цели. И игры эффективные, в которые как раз-таки нужно играть, чтобы вот эта цель становилась ближе, да, чтобы вы построили гармоничные отношения, в которых вы оба будете счастливы. Давайте начнем разбираться с неэффективными играми. Что это за такие игры? Я думаю, все вы их прекрасно знаете. Это всяческие манипуляции серии «Ближе, дальше». Я вся такая загадочная, то ли сказочная, да, может, ты мне нравишься, ну, а может быть, и не нравишься. Попробуй, угадай. Это все манипуляции ревностью. Да это просто, друг, ничего особенного не обращай внимания. Это манипуляции на чувстве обиды. Слушай, я отменила сегодня все свои дела, а ты не сможешь со мной встретиться. Ай-яй-яй, какой ты плохой. Или это манипуляции интимной близостью. Хм, я тебе дам только через месяц, или через два, или я тебе дам только, когда ты победишь какого-нибудь дракона, когда придет время. Когда время придет, никто не знает. Это манипуляции какие-то на инстинкте доминирования. А вот Маша, ее парень, подарил цветы, а ты мне ничего не подарил. Или всякие, знаете, тоже такие вещи, которые вы 150 раз слышали, там, не отвечая ему 3 часа, или первое, ни в коем случае, там, не звони мужчине. Это такие манипуляции, которые у всех на слуху. И в эти игры играют женщины, которые ставят перед собой или ложные цели, да, то есть цель выйти замуж любой ценой, что будет дальше, не важно, там дальше разберемся, что-нибудь сымпровизируем. Или это женщины, которые в себе не уверены. Она боится делать так, как хочется ей. Она делает так, как она слышит из информационного пространства. Вот она где-то услышала там какую-то манипуляцию, она начинает ее использовать. Третий вариант, когда женщины играют в эти игры, это если женщина, в принципе, она не знает и не понимает тонкости психологии. У нее просто нет определенных конкретных знаний. Потому что у нее есть причинно-следственные связи, которые являются ложными. Если я так буду делать, значит, я буду вызывать интерес. Но на самом деле это не так. И они впитывают в себя вот эти вот деструктивные знания, потом их используют и превращают их в свою вот такую вот модель поведения. И потом говорят, ну я такая, да, как бы, что с меня взять? Почему, в чем проблема с этими играми? Проблема в том, что именно такими приемами вы вызываете у мужчины желание сбежать от вас. Желание бежать вообще как можно быстрее, как можно дальше, закрыть глаза и никогда больше вас не видеть. Потому что он не понимает, нравится он вам или не нравится. Он не понимает, чем вы сейчас занимаетесь. То ли вы дома спите, то ли вы участвуете в какой-то групповухе и поэтому ему не отвечаете. Все эти игры вызывают недоверие и в конечном итоге приводят к снижению интереса мужчины. То есть, как бы, все, ему уже неинтересно. Он не чувствует себя тем самым, самым нужным, самым главным в вашей жизни человеком. А есть другой тип игр. И эти игры помогают вам сблизиться с мужчиной. В этих играх мужчине интересно проводить с вами время. Интересно, он быстрее торопится с работы к вам, не хочет встречаться с своими друзьями, потому что с ними скучно. А с такой женщиной, которая играет в правильные игры, ему становится интересно. В правильных играх у мужчины включается его внутренний ребенок. И вы дурачитесь вместе. Но проблема в том, что в эти игры играют только единицы женщин. А как раз-таки именно они помогают вызывать вот этот интерес на уровне эмоций. И получается, что вы как бы захватываете душу мужчины. И он всецело на уровне души, на уровне эмоций принадлежит такой женщине. Почему женщины не используют эти игры? Потому что эти игры кажутся им несерьезными. То есть мы все с вами хотим каких-то серьезных отношений. Поэтому мы играем только в серьезные игры, которые называются манипуляциями. И мы серьезным лицом ждем мужчину с работы. И мы серьезным лицом грузим его серьезными вопросами о том, когда мы поженимся, когда мы с тобой съедемся. Вместо того, чтобы просто весело и интересно проводить время вместе. Тем самым как бы сближаясь, строя вот эту вот эмоциональную связь между вами. Которая будет самым прочным фундаментом самых серьезных отношений. Интересный совместный досуг это вот как раз то, чем нужно заниматься друг с другом. И это то, в какие игры как раз таки нужно играть с мужчинами. Приведу вам пример моей вообще самой любимой игры, которая действительно поможет сблизиться с человеком. Это пример правильной игры, которая не будет разрушать ваши отношения. Эта игра называется «Психологические тесты». Найдите в интернете какой-нибудь сайт с какими-нибудь психологическими тестами. Лично мне больше всего нравятся тесты на типирование личности в соционике. Я, конечно, в соционику не верю. Но там есть, допустим, тест, который я знаю, там 50 вопросов. Которые охватывают весь как бы внутренний мир человека. То есть вопросы, которые раскрывают его и его психологический портрет. И как бы скажите мужчине, что давай, слушай, я нашла такой классный тест. Давай проверим вообще, это работает или не работает. Ты как бы будем тебя тестировать. То есть я буду читать вопрос, но отвечать на этот вопрос будешь не ты, а буду отвечать я как бы за тебя. А ты будешь подтверждать, права я или нет. Что в таком случае происходит? В таком случае мужчина, конечно, соглашается. И у него появляется гораздо больший интерес. Потому что ему не столько интересно отвечать на все вот эти вопросы, чтобы понять какой он. Он и так, в принципе, знает какой он. Ему интересно, знаете ли вы его и как вы будете отвечать. Угадаете ли вы, как он ответит или не угадаете. А для девушки такая игра, она как бы тоже очень показательна. Потому что девушка понимает, она вообще знает, что за человек рядом с ней. Какие у него там реакции на какие-то ситуации. Как он себя поведет в то или ином случае. И после этого теста, ну как бы там будут какие-то результаты. Вы можете их даже почитать. Но смысл в том, что вы открылись друг к другу. У вас случился вот этот процесс доверия. То есть он честно отвечает на вопросы. Вы как бы честно про него отвечаете. И вы еще и бонусом как бы узнаете друг друга лучше. Поэтому я всем вообще, у кого есть отношения, вот прям рекомендую в качестве досуга пройти какие-нибудь психологические тесты. Прямо вот попробуйте, посмотрите, как мужчина на них реагирует. И так ли хорошо вы вообще сама его знаете. Как вы могли догадаться, я рассказываю вам сегодня это все не просто так. Вчера я закончила работу над своим новым гайдом. Это гайд, который называется «Игры, в которые играют женщины». И в этом гайде я собрала более 35 вариантов от подобных игр, в которые нужно играть женщинам, чтобы создавать между ней и мужчиной доверие, создавать вот эту эмоциональную близость. Вы можете использовать эти игры хоть каждый день, потому что они не являются манипуляциями. Это, знаете, самое, вот самое-пресамое экологичное общение, которое только может быть между людьми. И эти игры позволяют вам вызывать интерес мужчины на уровне эмоций. У мужчины появляется желание общаться с вами и желание проводить время только с вами, потому что с вами действительно весело и классно, потому что у него включается внутренний ребенок, он начинает дурачиться, и все остальные люди вокруг кажутся просто, что они как будто не дотягивают до вашего уровня. Игры, которые есть в гайде, они подходят как тем, кто только на этапе поиска, то есть кто только знакомится с мужчинами, только с ними общается и как-то вот хочет вызывать больше интереса, так и подойдут тем, у кого уже есть отношения для того, чтобы укрепить эти отношения, для того, чтобы сделать их более интересными. Потому что многие сталкиваются с такой ситуацией, когда в отношениях становится уже как-то пресно, то есть может быть накал эмоций прошел, а какой-то близости душевной, то есть вот этого интереса не образовалось. И вот как раз-таки эти игры вам и помогут. И так как сегодня у меня старт продаж, то вы все знаете, когда я запускаю какой-то свой материал, то я всегда даю скидку хорошую, и это максимальная скидка, которая вообще может существовать на эти продукты. Поэтому до 1 марта вы можете приобрести этот гайд по специальной цене. Ссылка на сайт в описании, и если вы не из России, то у вас могут возникнуть трудности с оплатой. Поэтому напишите мне или в инстаграме, или на мою электронную почту, и я вам пришлю альтернативные методы оплаты. Вот девчонки из других стран очень часто используют PayPal, и как бы в принципе мне тоже он нравится. А на сегодня у меня все, я желаю вам любить и быть любимыми. Пока-пока! Пока-пока!